здравствуйте друзья у нас гость интересный гостья на канале вы сразу видеть что гости симпатично а чем вы занимает чем она занимается вы не знаете и как зовут не знаете вот представляйтесь и все себе рассказывайте здравствуйте меня зовут кристина сербова и я нутрициолог то есть специалист по правильному питанию как у нас говорят нутришинист до нутришинист нутрициолог хорошо так вы так вы в молдавии живете да я живу в молдавии в городе кишиневе хорошо так вы работаете и на русском и на румынском или как вот да да на русском и на румынском то есть может можете свободно на обоих конечно конечно ну хорошо так что делают нутриционисты нутриционисты работают людьми те которые хотят изменить свои скажем так привычки питания кто-то хочет похудеть кто-то хочет поправиться кто-то хочет набрать мышечную массу кто-то просто хочет более правильные питаться потому что замечают что есть какие-то ошибки которые они делают наверняка или просто хотят знаете как такой апгрейд что делаю правильно что делает неправильно чтобы им кто-то объяснил а это сейчас вот как бы массовый интерес к этому делу то есть много людей которые говорят мне что-то нужно с собой делать потому что вот я помню время нашего советской такой ходили все были пузатые мордаты я узнаете что скажу нельзя было купить костюм вот я шел покупать костюм и я не был атлет ну так ну во всяком случае если допустим пиджак не было нормально в брюки можно было двоих моих меня засадить эти если если брюки мне были нормальными то и пиджак уже все пиджака не было то есть я мог на перс комбинировать штаны оттуда там брюки отсюда но она не шла то есть советский человек должен был быть совпалой грудью и выпущенным животом и вот эта фраза там эти типа ты не смотришь у меня грудь впалу у меня спина колесом то есть как бы такую угрозу представляю значит вот сейчас народ больше озабочен или или чего сейчас на самом деле люди начинают задумываться о том что они едят к сожалению в большинстве своем они начинают об этом задумываться когда у них уже есть пара-тройка каких-нибудь заболеваний но есть и особенно молодежь которая следит за собой ну молодежь как это считается до 35 40 лет да то есть они много читают да они много читают там разного в интернете они многое пробуют в основном для того чтобы похудеть соответственно им это не помогает плюс еще добавляет какого-нибудь гастрита или панкреатита и таким образом они понимают что им нужен специалист который знает это делай которые на самом деле сможет помочь они просто в очередной раз они разочаруются в том что у них нет результата нутриционист это врач или это что-то между врачом и еще кем-то или может быть такое что врач но вот уровень медицинской квалификации какой там присутствует значит нутрициолог это не врач это как помощник врача то есть это тот человек который поможет другому человеку именно скорректировать определенные привычки по питанию объяснить как кушать правильно что делать как делать то есть это все объяснит и будет с этим человеком ежедневно работать отвечать ему на вопросы контролировать что он кушает давать определенные советы уже какое время он будет это работать вот определенным человеком это уже зависит от целей а вот скажите мне чего вы все вот диетологи нутриционисты чего вы все друг другу противоречить и казалось бы вы должны смотреть на одни и те же факты медицинские научные биологические микробиологические но есть же в конце концов наука которая не зависит вот от этого человека или от или от того что же вы так интерпретируете что концов вниз просто противоречить друг другу это как же так же как жить то вы знаете по данной науки скажем тогда этой науки уже около сорока лет да то есть можно сказать такая молодая наука да и появляется постоянно очень много разной информации то есть например я каждый день по полтора два часа часа что-то изучаю потому что очень много информации на самом деле чтобы иметь знания чтобы мочь что-то дать человеку да нужно многое знать и поэтому еще каждый нутрициолог работает по какой-то своей программе наверное и соответственно есть определенные разные видения плюс может быть есть разные обучения которые проходят нутрициологи кто-то его может быть прошел 10 лет назад а кто-то его проходит каждый год а кто-то каждые полгода тоже по-разному и соответственно изучая разную информацию создается определенное видение да на то как должен питаться человек и очень важно кстати как какой образ жизни ведет сам нутрициолог это тоже очень важно для клиента и для клиента да конечно но и для самого специалиста потому что иногда такое бывает что специалист которому обращается там него там плюс 20 килограмм самого да то есть нужно прежде чем выбрать специалиста я бы рекомендовала с несколькими пообщаться да ну какие даже вот если там человек приходит какому-то врачу и хочет выбрать там у него есть какая-то проблема хочет выбрать себе специалиста соответственно также есть нутрициолог он выберет того кто лучше продает себя потому что если бы он квалификацию не оценит больше того если брать например по у нас называется по реферал да то есть по рекомендации людей которые знают в курсе и так далее мой опыт такой что во первых человек может быть доволен при том что должен был бы бежать но он доволен и рекомендует другим человек может быть доволен просто потому что он не понимает что у него совершенно другая ситуация начинает пихать других которые вообще не вписываются в эту ситуацию и пошло и поехало то есть самые разные причины есть по которым ты можешь пыль до бывают еще он дает рекомендации просто всегда вот этому например когда я мы только приехали в америку как так получилось там страховка его там врачи список и в соседнем доме был какой-то мексиканец принимал ну так как его пошли к мексиканцу он когда все реферал с которые делал к специалистам да у него все все реферал с были по мексиканцу когда ты попадаешь к американцу у него все реферал так более-менее по американцу и как-то в общем не работала система и жена мне говорит знаешь что давай-ка возьмем эту директорию очередной раз мы меняли страховку другая работа благословен давай-ка вот что давай-ка поищем по еврейским фамилиям и вот мы стали искать там кац нелесон какой-нибудь или там рабинович там и так далее да действительно хорошие врачи все дела это же реферал с по своим значит но я не я не в претензии я просто чему говорю что иногда иногда они дают какие-то реферал с вот у меня был у меня есть эндокринолог он дал мне какой-то там реферал я к нему я пришел к человеку а тот этого эндокринолога еще и облажал то есть грубо говоря я я просто чему рассказываю что люди дают реферал с и ничего не значит поэтому то есть как бы нет надежных таких способов как бы всякие даже казалось бы разумный надежный способ он как бы ну то значит надо пробовать вы знаете очень важно вот когда я не могу был про всех до всех специалистов или по врачей по врачам давать какие-то рекомендации да как их выбирать но по именно нутрициологом очень важно когда вы к нему обращаетесь и когда вы приходите просто на консультацию соответственно ну чтобы узнать хотя бы с кем вы будете иметь дело то очень важно чтобы этот нутрициолог не предлагал вам какие-то диеты да или чтобы вы ели один салат или чтобы вас ограничили прям в калориях супер пупер да потому что что означает вообще правильное питание потому что к нутрициологу приходят зачем для того чтобы скорректировать свои привычки и в принципе правильно питаться что такое правильное питание это когда мы из тех продуктов которые мы потребляем берем все нужные полезные питательные вещества то есть микроэлементы и макроэлементы для того чтобы наш организм хорошо работал то есть это витамины минералы белки углеводы жиры клетчатка да то что нужно нашему организму чтобы поддерживать хорошо его работу каждый день вот это называется правильное питание не тогда когда мы ужимаем себя очень сильно в калориях или едим один день только углеводов другой день только белки я хочу сказать вот я уже немножко в этом как бы кручусь полгода да 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 получается такая знаете грустная история вдруг выясняется вот совсем недавно выяснилось вот там пару недель назад когда вы были там в испании на курсе у клинии в клинике доктора гаврилу значит получилась такая штука он со мной поговорю там холик сечу и и говорит и горит так ты же как-то слово какое-то научное сказал где ты ты живет белки в глюкозу перерабатываешь понимаете а до этого до этого я как-то вот тоже мы там это вот 200 грамм того этого сего там каждый там да ты там сколько-то раз в день белки жиры углеводы все дела оказывается мне я бы ты чем не делал как могут на пересном те точно нельзя никакие углеводы то есть как последние да да то вот возьмите там какой-нибудь белки там допустим салатиком там с чем-то мясо сдастся началась но я просто я просто что хочу сказать но я 20 лет уже значит наблюдаюсь там как с диабетом второго типа не мне никто не сказал мне врачи у меня не было минут нутришиниста но у меня есть врач эндокринолог то есть казалось боже кто-то должен знать вот а кстати вот диетолог и нутрициолог это немножко два разных человека все-таки давайте мы разницу немножко разницу до объясняю значит диетолог это в основном человек у которого есть высшее образование медицинское и которое больше работает на то чтобы вылечить определенную проблему которая связана с питанием то есть например есть люди которые весят 200 250 килограмм ожирение серьезно ожирение конечно да то есть там уже просто с нутрициолога уже не справится или на при все таки ожирение это медицинский диагноз конечно да да потому что есть ожирение четвертого типа когда уже то есть там уже нужно больше обращаться конечно же к диетологам к однокринологам к врачам кстати к психологу также потому что очень часто это психологическая то есть есть определенный ряд специалистов которые все вместе будут помочь помогать решать эту проблему также есть проблема когда анорексия да то есть это очень маленький действительно часто бывает бывает да бывает бывает это также в основном это психологическая проблема я просто читал что это такая экзотика что и вот живого чек такого и не найти это найти очень легко найти до бывает бывает когда просто дефицит веса а бывает что дефицит веса перерастает вследствие какого-то стресса на девчонки да 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 в основном это женщины и там уже тоже проходит определенные изменения в организме когда уже нужен уже нужен диетолог и опять-таки же еще определенные специалисты также бывают например вот связаны проблемы вот так же с диабетом 2 типа 1 типа никогда уже проблема заключается не в том чтобы вот может быть как вам там решить опять-таки же вопрос с правильным питанием а когда есть уже определенные последствия которые также можно решать только с диетологом с врачом бывает например диетолог эндокринолог или диетолог гастроэнтеролог то есть если к вам придет человек у него четвертая степень ожирения то есть это значит он там вдвое вдвое больше вес до чем ему положено да вот допустим у меня мне положено 80 килограмм у меня допустим 180 вот я к вам приходит значит и вы будете со мной работать искать миша валик ты к врачу диетологу это медицинская проблема я я за тебя не возьмусь как бывает ожирение 4 типа тоже бывает раз да то есть бывает например вот у человека должен быть вес 60 килограмм а он приходит него 120 120 килограмм еще можно как-то что-то решить потому что тоже нужно смотреть потому кто пришел потому что бывает что люди приходят в депрессии они ничего не хотят они хотят похудеть любым способом только чтобы похудеть и соответственно тогда уже я не могу конкретно чем-то помочь потому что я сразу говорю давайте вы сходите психологу на несколько сеансов и тогда вы придете и уже что-то будем решать кристиночка 11 уточнение да я хочу понять вы работаете в каком-то офисе это офис медицинский это офис в поликлинике это офис ну какого плана это офис или он сам по себе офис и все я работаю индивидуально вот как фрилансер да то есть индивидуально я работаю с каждым человеком. У вас есть офис какой-то? Нет, я работаю онлайн. А вообще нутриционист работает в каком-то офисе вот не вы конкретно может работать в офисе да может работать в определенной клинике может работать индивидуально то есть это зависит от специалиста и от того вам нужна лицензия для этого какая-то или просто вы отучились где-то и все смотря опять таки же в В какой стране вы живете? Ну, вот в Молдавии. В Молдавии нужны определенные знания, да. Но у нас с лицензиями, то есть, немножко по-другому, чем, например, в Америке или в Европе, да. Если, например, это Америка, обязательно, конечно же, нужна лицензия определенная. Или в Европе также нужна лицензия. У нас также нужны знания, то есть, да, конечно, чтобы быть в этой профессии, нужны определенные знания, да. А у вас есть, например, там румынский паспорт? Вы можете работать в Евросоюзе? Нет, румынского паспорта у меня нет. Вот, но по, скажем так, тем знаниям, которые есть, да, я могу. Также, как я говорила, я постоянно обучаюсь. Сейчас, например, вот я обучаюсь в университете нутрициологии, голландском университете, Уаджи-Нинджан называется. На английском или как учеба? Да, на английском. То есть, вы можете, а вот человек приходит, вы говорите ему, ты знаешь, что, наверное, вот, допустим, у него диабет. Вы ему говорите, а ты, например, задавал вот тест, может быть, какой-то, да, там, кровь. Вы говорите ему, приносим и посмотрим. Обязательно. Да, да, я всегда спрашиваю, если вот есть повышенный сахар, какой сахар, сдайте, пожалуйста, чтобы я знала, конечно же, эти показатели. Но в основном те люди, у кого повышенный сахар или, там, сахарный диабет, они каждый месяц измеряют, да, или даже есть, ну, хотя бы вот эти домашние такие аппаратики. У этих есть что принести, да. Да, да. А вот, например, такие вещи, как, вот я сейчас был когда в Испании, там, да, у доктора Гаврила, там ребята у меня прямо взяли, ну, сотрудники, они взяли тест на пищевые аллергии или что-то, совместимость, несовместимость. Есть, как, я знаю, там, пять таких кружочков было, сухая кровь, это вот, я кровью капал. Вот вы такие тесты посылаете, вы смотрите это или вы говорите, ну, это чересчур, может быть. Вы хотели бы знать результат этого теста? Конечно, можно, да. Опять-таки же, в зависимости от человека, который приходит, да. Конечно же, если человек сдает определенные тесты на содержание витаминов, минералов или с аллергией, сейчас больше аллергией страдают дети, чем взрослые люди. Они распухают с этого или что? Нет, у них с двух лет из-за неправильного питания родителей, беременной мамы, также потом из-за неправильного питания ребенка у него развивается аллергия. И появляются разные прыщики на лице, высыпает все тело, то есть по-разному, по-разному. То есть вы считаете, что так далеко уходит в питание мамы там во время беременности? Очень, очень, да. А вот скажите, пожалуйста, такую вещь. Вот витамины, минералы, да, то есть вот там должен там магний, там что там, хром и так далее. Вот я столкнулся впервые, еще раз, мы как бы разбираемся потихоньку, вот мы столкнемся, ну, нифига, чешешь репу, там думаешь, фига себе. Значит, и вот мы тут зачесали репу, когда нам сказали, вот опять у доктора Гаврилы, значит, нам там специалист говорит, она посмотрела наши все эти витамины, и она говорит, это все хорошо, говорит она, это у вас витамины, нормально. Менять мы их не будем качественно, это фирма, хотя эту фирму можно там на эту, то есть она как-то знает, какие лучше усваиваются, но дальше вот была фраза, и мы так ушли, мы сейчас ждем результаты теста, наверное, мы разберемся, но она говорит, понимаете, говорит, история, какая нельзя вот так принимать, а надо где-то перерыв, где-то потом уйти из перерыва, то есть вот какие-то вещи надо снимать, а потом, вот тут я совсем думаю, господи, а как же этим всем управляться-то с этим? Да, объясняю. Так, объясните. Да, есть разные витамины, я всегда рекомендую тем людям, которые хотят пропить курс витаминов, и, например, определенный тест выявляет, что есть там дефицит какого-то определенного витамина, покупать только те, у которых есть сертификат GMP, Good Manufacturing Practice. Да, это мы знаем такое, да. Вот, да, это всегда витамины или фармацевтические продукты хорошего качества. Также витамины есть водорастворимые, есть жирорастворимые. Вот те, которые жирорастворимые, они имеют тенденцию накапливаться в организме, потому что смотря, какое количество вот этих витаминов вы употребляете из определенного комплекса, и сколько еды, которая содержит вот этот витамин, вы употребляете в вашем рационе. Это тоже важно, чтобы у вас не было вот определенной передозировки. Да. Это, например, такие витамины, как витамин А или витамин Д. Очень часто... Нам сказали как раз, говорят, ребята, снимите Д3, а то у вас что-то перебор. Да. Вот, вот, потому что очень важно смотреть, если вы употребляете еще какие-то комплексы. Например, очень распространенный омега-3. Да, многие пьют омега-3. Конечно, конечно. И рекомендуется для тех, кто употребляет меньше 400 грамм морской или океанской рыбы в неделю, употреблять дополнительно омегу-3. И вот очень часто в омегу-3 добавляется витамин А и Д. Так вот, если вы его берете из омеги-3, и еще вы пьете дополнительно минеральные комплексы, также, которые содержат эти витамин, у вас в определенный момент, конечно, их может накопиться высокое количество, да. И это не всегда хорошо сказывается на здоровье. Поэтому обязательно, прежде чем брать определенные добавки к еде, опять-таки же проконсультироваться. Вот вы как, я учу по-английски, вот, нутришинист. Да, конечно. Вы как нутришинист. Вам бы больше хотелось, чтобы клиент, пациент сказал бы, слушай, вот тебе бумажка, напиши, я пойду куплю и буду употреблять. Или, чтобы он постоянно контролировал, вникал, разбирался, чтобы он читал эти этикетки и сказал бы, это мне не подходит, потому что тут оно дублируется и так далее. То есть вы хотите такого, который более проникновенный такой, или который говорит, скажи, что надо и все. Конечно же, для меня очень важно, чтобы человек вникал в это все. И моя задача, конечно, и моя задача, во-первых, ему дать знания, передать те знания, которые есть у меня, таким человеческим языком, вот, для того, чтобы потом он смог дальше их применять уже в практике. И сам, когда идет в аптеку или у какого-то определенного производителя, приобретал те же пищевые добавки, или когда он идет в магазин и выбирает определенные продукты, чтобы он знал критерии, по которым это делать. Ну, если у него появляются вопросы, он всегда может у меня спросить. Просто, понимаете, у нас вот мы с женой очень разные. Я, например, контролирую какие-то вещи своим сознанием, а остальные, я думаю, ну что, я же не могу все контролировать. Ну, конечно. А вот это там, значит, кто-то мне, допустим, там жена что-то там налила в тарелку, я съел. Там врач выписал лекарство, я там проглотил или там уколол, там, или, значит, что-то. Вот, но если я начну все вокруг сам контролировать, это, я не знаю, я с ужасом об этом думаю. Жена, наоборот, она такая контролирующая. Другой тип психологический, она вот такая вот, там, микроменеджмент такой-то вот. Вот, но я подозреваю, что она не глубоко понимает, что контролирует. Поэтому я, например, опасаюсь. Она может легко, например, что-нибудь не заметить, при том, что она внимания этому уделяет. Но я понимаю, что она не врач, она там не микробиолог, ничего. Какой-то нормальный человек, она может что-нибудь не углядеть, а оно в меня теперь пойдет. Может, может, но это не так страшно, знаете, то есть это же все равно определенные биологические добавки, да, как мы им называем, сапплементс, то даже если что-то где-то была какая-то маленькая ошибка, это не смертельно. Да, 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 это не смертельно. Поэтому, конечно же, можно выбирать, но периодически консультироваться. Например, вот у меня люди, они мне присылают состав. Ну, конечно, с этикеточки, да. Да, да, и я уже говорю, и я объясняю, вот, нехорошо, потому что вот так-то, так-то, вот, а должно быть так-то, так-то. Они себе записывают или запоминают, и ошибаются они не один раз, а несколько раз. Поэтому они у меня по 10 раз спрашивают. Конечно, это моя задача и объяснить. Вопрос. Вот был я 102 килограмма, за три месяца меня довели до ровно 80, вот то, что я должен быть, значит, там по всем этим калькуляторам. И я был так, примерно, я где-то в районе 800 калорий, 600-800 калорий в день где-то, вот, у меня была такая диета. И там, как бы, мы не считали калорий. То есть, он-то, наверное, понимает, кто там дает, но я так, я говорю, вот это ешь и все, рацион выписали, я иначе ем. Значит, но... И мне тогда, ребята на канале, многие говорят, Михаил, нельзя так быстро худеть, что же там по 6-7-8 килограмм в месяц, так разве можно, это добро мне кончится, там все-все-все. Но, но, я же много раз был на диетах до того, таких-сяких, там еще каких-то, и я могу сказать, что всегда хотелось жрать. Вот. На диете, да. Потом, когда Гавриил, я уже когда слушаю, задним числом все на себя, знаете, там, и вот, да, и он говорит, понимаете, говорит, чем плоха там любая диета, потому что, неважно, в чем вас ограничили, но, поскольку человеку нужно там и то, и другое, и третье, создаются там дефицитарные состояния, если у вас здоровая психика, вы сорветесь, а если вы такой волевой, так вы себя вообще угробите. Да, да. Вот, и, значит, ну, хорошо, но это был первый раз, когда я не был голодным, вот я три месяца, был на диете, то есть я не добирал там, ну, я не знаю, там 1000, 1200, 1400 калорий в день, я не добирал, и я не был голодным никогда, вот, то есть как бы она, видимо, разумно была так сделана, что я не чувствовал себя голодным. Хотя, утверждают теперь сотрудники, что я был раздражительным, вот, и, в общем, какой-то такой неправильный был. Сейчас мне говорят, что у меня, как это он назвал, нервно-эндокринный срыв, то есть организм охренел на почве быстрого, значит, сброса веса. Давайте, вот, к вам, значит, вы там изучаете, читаете, какую-то школу проходите, может быть, на людях видели. Это, вот, действительно, как-то я очень резко, да, вот это, нельзя так быстро худеть, или что? Вы знаете, разные люди худеют по-разному, это очень индивидуально, это зависит от многих факторов, от обмена веществ, метаболезни, да, это зависит от здоровья, это зависит от, сколько человек двигается каждый день, насколько активный образ жизни он ведет, какое у него психологическое состояние, будет ли он ночью в 2 часа ночи ходить к холодильнику, да, и насколько он будет выполнять рекомендации, потому что, ну, бывают люди, которые периодически что-то там... Срываются, да, да. Да, ну, срываются, я вам хочу сказать, все люди срываются, это нормально, и не нужно от себя требовать слишком многого, потому что невозможно перестроиться за 2-3 дня, конечно же, для этого нужно несколько месяцев, да, ну, хотя бы 5-6, да, чтобы перестроиться, это нормально, и никто не говорит, что если вы там раз в месяц съешьте там чего-то неправильного, то все это будет... Но при этом я уже успел почитать, и даже вот этот вот товарищ, который, у которого я худел там по 7-8 килограмм в месяц, у него тоже есть там некоторый, так сказать, некий труд опубликованный, он там тоже пишет там вот, ну, как вот в американских источниках, они говорят, фунт в неделю, ну, там 2 кило в месяц, 2 кило в месяц, грубо, он тоже самое пишет, то есть он на практике делает не 2 кило со мной там, а 7 или 8, но он тоже пишет, что не надо быстро, там вот... Самое главное, это соотношение тех питательных веществ, которые вы употребляете из еды, то есть 800 калорий, это мало, это мало даже для женщин, даже для самой маленькой, да, роста, я имею в виду, вот, это мало, потому что вы из еды должны употребить определенное количество, рассчитанное на ваш рост и вес, белка, углеводов, жиров, клетчатки и так далее, вот, а бывает на самом деле мужчины, они худеют быстрее женщин, вот, они или относятся к данной активности очень серьезно или вообще никак, то есть они или берутся так волевым образом за все это питание, они на самом деле все соблюдают, делают, интересуются, спрашивают очень много, вот, или через 2-3 дня пропадают, вот, и говорят, нет, это не мое, все живые люди, да, все понятно, да, 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 женщины, они более такие гибкие, да, то есть, вот, у них нет или, или, а, или я, да, они вот так балансируют. Ну, с одной стороны, с другой стороны, женщины больше озабочены своей внешностью, да, я вот, знаете, в ужасе, я вот вижу, там, наступает лето, значит, нужно срочно там фигуру, объявление дают, вот эти вот, это... Да, да, худеем к лету. Вот эти вот убийцы просто, понимаешь, там, худеем к лету, это, я просто... Но женщины, и она должна выйти на пляж, показать там что-то из внешности. Психологически это важно для каждой женщины, да, 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 конечно, для мужчины это менее важно, и мужчины, они менее хотят признавать свои ошибки определенные. То есть, для женщины, ну, там, ошиблась, встала, пошла, да, там, что-то произошло, а ничего страшного. Для мужчины это более болезненно. То есть, мужчины, они более консервативны, они по-другому смотрят на те же вещи, что и женщины. И для них определенная вот ошибка, она может сыграть, вот, какую-то решающую роль, и с мужчинами все-таки нужно разговаривать по-другому, чем женщины. Психологически их вышибает, я понял. Да. Но все-таки, возвращаясь к темпам потери веса, значит... Нормально это 3-4 килограмма в месяц, то есть, вот это оптимально. От 4 до 8 сантиметров в талии и в бедрах. Вот это оптимально. Но бывают случаи, когда, вы знаете, вот человек все правильно делает, не голодает, но худеет больше. Бывает, что, опять-таки, люди делают все правильно, но худеют, там, на 2 килограмма в месяц. Давайте возьмем женщину, которая, ну, так, в теле, может, у нее там 3-й, там, ближе к 4-й, там, или что-то. Она начинает худеть, вот как вы говорите, там, на, допустим, 4-й, там, ну, пусть будет 5 килограмм в месяц. Проходит 3 месяца, она похудела на 5 килограмм и обвисла, как вешалка, понимаете? И она от этого еще больше переживает, и у нее стресс психологический, чем, например, вот она так, она трещала, можно сказать, гладенькая была. Да, да, да. Вот, и вдруг она повисла тут, и повисла там, и повисла здесь. Как же она, такими темпами-то, это же... Если она питалась неправильно, она сидела на диете, она очень мало ела, или она ела одни фрукты, одни салатики, или одну гречку. Да. Соответственно, конечно, у нее все обвиснет, потому что не хватает белка, а за эластичность кожи отвечает и коллаген, и эластин, соответственно, за вот эти месяцы, сколько она худела, он перестал вырабатываться, и у нее, ну, или как вырабатывается, но в меньшее количество, да, и у нее все обвисло. То есть это произошло не потому, что вес ушел, а потому что он нехорошо ушел. Нехорошо, да, да, был дефицит определенных витаминов, минералов, белка, жиров также, и в организме произошел определенный сбой, потому что кожа – это же тоже органы, это самые большие органы. То есть фактически эластичности кожи, если правильно все делать, вполне достаточно, чтобы справиться там с 5 килограммами в месяц. Да, конечно, если худеет правильно, то ничего объяснить не должно, и многие женщины, вот особенно после 45 лет, говорят, ой, если я похудею, у меня будет вес такой, какой у меня должен быть, все, у меня же будут морщины, у меня все обвиснет. Ничего не обвисает, и морщин больше не становится. Даже хочу вам сказать, что их становится меньше. А вот, например, какие-то средства типа, там, я не знаю, душ-шарко, натирание лица мороженой петрушкой, там, допустим, как по-русски называется, когда фейшел, когда ты идешь, и тебе там, как это называется, процедура? Есть массаж, да, то есть, который делают в салонах, который, конечно же, он очень хорошо отражается на состоянии кожи, плюс очень важно, как женщина или мужчина ухаживает за своей кожей, да, там, масочки разные и так далее, это тоже всегда очень… Да, конечно, конечно, да, но главное – это правильное питание, то есть, это 80% результата, а 20% – это уже уход за собой, это косметолог, это массажики, потому что косметолог – это прекрасно, но действие тех процедур, которые делает вам косметолог, они будут… Действие будет очень маленькое, потому что внутри у вас пусто. Ну, хорошо, вот смотрите на мое лицо, значит, у меня ушел жир, так, подкожный, соответственно, значит, альтернатива, значит, да, и мне говорят, а ты вот сюда вкали там какую-то дрянь, и оно распухнет, так, и… У вас… А другие говорят, другие говорят, да не трогай ты ее, оно само там стянется, растянется, будет нормально, вот лучше жирного скушай там, значит… Жирное не влияет. Не влияет. Абсолютно. Что влияет? Нет. У вас ушел жир, но у вас ушли и много мышц. Из лица? И мышцы из лица также. Конечно, да, но на лице тоже есть мышцы, немножко другие, чем на лице, но они есть, конечно. Вот, и сейчас вам нужно, чтобы прошло долгое время, чтобы у вас восстановилось, да? Долгое – это как? Ну, это по-разному. Если вы будете ухаживать за лицом, да, вот, ходить к косметологу, там, массажики, разные масочки, кремчики, да, и так далее, конечно же, этот процесс будет в два раза быстрее. Хорошо, хорошо. То есть за деньги можно ускорить. И, конечно же, да, и правильное питание, чтобы вы правильно питались, чтобы вы съедали вашу норму белка в день, углеводов, жиров. Это тоже очень важно, особенно белка, потому что наша кожа, это, конечно же, все вот эти пептиды и аминокислоты – это же составляющие белка. Да, они содержатся во всех кремах, особенно очень дорогих. А, в принципе, мы их мажем на лицо, а почему бы их не съесть внутрь, да, в первую очередь, а потом уже нанести на лицо. Ну, хорошо, то есть курицей намазал? Нет, нет, курица нет, я имею в виду, что… Я шучу, я шучу. Да, 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 очень важно, да, кушать и мясо, и рыбу, ну, в зависимости уже от человека. Есть, например, вегетарианцы, да, они мясо, рыбу, яйца не едят, но они прекрасно выглядят, они берут белок из растительных. Да, из бобов, да, да. Вот, и также употребляют дополнительные, там, есть саплименты, да, от белок. Человек, человек, который говорит себе, я вот что-то не разбираюсь в этом деле, но я бы хотел начать разбираться. Есть какая-то, ну, я не знаю, последовательность действий, потому что бы вникнуть, ну, я знаю, какой-то, надо начать с какой-то книжки, например. Вот у меня накапливается библиотека дома, ну, я, правда, читать не успеваю, но я наслушался, я наслушался вебинаров и там всякого такого, просто у меня на книжке пока времени нет, ну, будет, я спланирую свое время, надо научиться. Вот, но единственное, что, вот у меня Светлана, у нее больше времени она читает книжки, утыкается во что-то и говорит, я дальше не могу пойти, потому что я не понимаю, что теперь с этим делать. То есть, ой, хорошо, вы знаете, Марка Хаймана, там, да, есть такой, американский такой, ну, неважно, там, короче, как упрется, как мясо покупать. Там много-много, как купить мясо. И потом выяснять, что непонятно, как ее вообще купить. Вот для этого вам нужен нутрициолог, чтобы он вам объяснил. Потому что, вы знаете, разные авторы, они по-разному смотрят. Есть, например, авторы, которые начинают вас переубеждать в своих книгах, что обязательно нужно быть ролл-веганом, это есть только сырые овощи. Другие говорят, а вот я вегетарианец, и я диетолог, вот вы должны стать вегетарианцем. Есть же специалисты, которые говорят, вы можете быть кем угодно, но главное, чтобы вы правильно питались. Шубчик хороший. Вот, это самое важное. То есть, без фанатизма. И очень часто, вот, читая разных авторов, а человек не знает, как, опять-таки же, книжку определить правильную, не очень правильную. Да. Развивается вот этот фанатизм. И очень сложно потом как-то с этим бороться и что-то с этим делать. Поэтому очень важно изначально несколько месяцев поработать вот с нутрициологом, который не будет вам говорить, давайте мы будем вегетарианцами или давайте мы будем там еще кем-то. А который вам сначала объяснить, как нужно правильно питаться и вообще какие пропорции, что нужно делать, как, который будет с вами каждый день работать и смотреть, какие ошибки вы делаете. Вы уже приобретете в зависимости вот от времени работы с этим нутрициологом определенные знания. Может быть, он вам что-то порекомендует почитать, да, может быть, какие-то сайты или книги, вот. Но главное, это чтобы у вас были азы правильного питания, чтобы вы могли потом разобрать. То же самое, например, с мясом. Я добавил, что, конечно, страшная сила это вот соцсети, где ты или погибнешь, или лучше не читать. Потому что вот я пока худел, вы себе представить не можете сколько всего, значит, на меня там народ навалил. Кстати, там было много такого интересненького, что мы там по чуть-чуть где-то набирались. Но я вспомнил, знаете, много-много лет назад мы такой институт заканчивали, у меня был близкий приятель, и его мама разменивала квартиру. У нее была хорошая трехкомнатная квартира в Москве на Ленинском проспекте, там в шикарном месте. И она хотела с сыном разъехаться, чтобы тот мог с женой жить, а она отдельно. И вот она разменивала эту квартиру. И однажды я к ним пришел там, не помню чего, и она мне сказала, такая пожилая женщина, она мне сказала, Миша, если вы когда-нибудь в жизни захотите написать книгу, дайте объявление о размене квартиры. Она говорит, вы узнаете столько историй, столько человеческих судеб, вы пройдете такую школу жизни, там, и так далее, и так далее. Но я просто вот возвращаюсь вот к этому, там, скажите кому-то, что вы хотите похудеть. Да, да, сразу найдется много специалистов. Да, вы просто... Которые не специалисты. Конечно, конечно. Ну, это нормально, каждый хочет дать совет. Но очень важно обращаться именно к специалисту, а не просто у всех спрашивать совета. Потому что особенно в русском интернете, на русском языке, 95% информации, она вообще никак не связана с реальностью. И очень важно... В каком смысле? А с чем связана? Связана с тем, что каждый человек сейчас может открыть свой сайт, сделать копипейст с другого сайта, добавить еще что-то от себя и написать. И все будут говорить, о, это ж классно пить воду с лимоном, худеем от воды с лимоном. А реально не существует продукта, который сжигает жир, это невозможно. Вы знаете, я зашел в русский магазин тут, у нас есть, а там они какой-то кефир распространяют, от которого худеют. Вот, вот, вот. И вот он, и там хозяин, он меня знает, он смотрит на меня и говорит, так ты что, на нашем кефире худеешь? Я говорю, ну нет, я там, да. Говорит, у нас тоже, вот, у нас полмагазина, говорит, уже похудел. Ну, конечно, один кефир пили. А если вы любой один кефир будете неделю пить, то вы похудеете. Но, конечно, по здоровью вам этого лучше не станет, но это просто уменьшается количество калорий, которые вы употребляете в день. Энергетическая ценность. Соответственно, вы худеете. И любой продукт, если вы будете есть там только один или вы будете кушать мало, вы похудеете. Но потом вы поправитесь еще больше, чем вы похудеете. Ну, хорошо. А вот давайте я вам такой вопрос задам, возвращаясь к теме веб-сайтов там и так далее. Вот вы, вот у вас есть веб-сайт? У меня есть страничка на Фейсбуке. Хорошо. Откуда люди на Фейсбуке знают про вашу страничку и, допустим, у вас какой-то трафик там что-то какой-то, есть оборот какой-то? Да, конечно, конечно. У меня за прошлый год меня посмотрело полмиллиона человек. Это много. А что вы туда повесили такого, чтобы вас полмиллиона посмотреть? И у вас еще на румынском, по-моему. У меня на румынском, да. У меня больше. Ну, подождите, но это вообще чудовищный какой-то трафик, потому что на румынском не так много народу вообще и говорят. Да, на румынском, да. Говорят только в Румынии и в Молдавии. Но вы тогда должны быть каким-то очень раскрученным и известным человеком, потому что если у вас полмиллиона трафик на румынском, я себе представляю, у вас очень много. Ну, ко мне обращается много людей. Да, много людей обращаются. И я делаю разные видео на разные тематики. Например. Например. Например, да. Можно ли похудеть на 3 килограмма, на 10 килограмм за 3 дня. Уй. Да. Например. И очень многие смотрят, потому что есть очень многие заголовки. Похудеем там за месяц на 20 килограмм. И вот я рассказываю, что невозможно, не нужно за этим бегать. Или, например, если вы идете на свадьбу. У нас в Молдавии очень много разных свадеб. Люди ходят на такие мероприятия по 3-4 раза в месяц. Что есть, если мы пришли на свадьбу? Вот. Чтобы не поправиться. Я думаю, что если мы ходим на свадьбу 3-4 раза в месяц, это будет уже другая рекомендация. Потому что одно дело, он там раз в 3 месяца сходил. А другое дело, если он каждую неделю ходит. Бывает, бывает такое. Особенно в летнее время крестят детей, свадьбы. Это очень такие праздники распространенные у нас. Или, например, 10 ошибок, когда вы кормите ребенка. Или, например, какие соки нужны детям. Не грудью, а вообще как бы кормить. Да, да, 10 ошибок, да. Слушайте, а вот это ваш мамалыга? Да, мамалыга, да. Она как с точки зрения здоровья вообще? Прекрасно, прекрасно. Хорошо, да? Конечно, это один из самых здоровых продуктов. И ее можно комбинировать и с творогами, и с брынзой. Ну, у нас брынза такая соленая. Да, да. Вот, с брынзой, с мясом. Только единственное, что по традициям молдавским салат не добавляется. А вот если вы еще к этому всему еще и салат добавляете, тогда вообще это просто суперпродукт. То есть не то, что кукуруза такой продукт не очень хороший? Нет, это хороший продукт. И этот продукт, в принципе, рекомендуется даже тем, у кого диабет. Да, потому что у него средний гликемический индекс. И почему бы и нет? И из кукурузы делают также печенье разное. Оладьи, блинчики. Да, почему бы и нет? Ну, просто в Америке как-то, поскольку это кукурузный сироп, всюду добавляют сахар, то как-то вот люди шарахаются. Ну, потому что там сахар. А если не добавлять сахар и много жира именно в кукурузу, тогда это диетический продукт. Конечно, если туда добавляется много жира, тогда и гликемический индекс растет. И, конечно же, уже не та польза. Ну, в любой продукт, если вы добавите много жира, то он уже будет не особо полезен. А гречка, кукуруза, бурый рис – это очень полезные продукты. Главное, не белый рис, а бурый рис или черный рис, потому что гликемический индекс разный. Мы давно уже перешли на браун райс, как у нас тут называется. Браун райс, да. Да, но он, скажем так, у него поменьше гликемический индекс, но он все равно достаточно высокий, там типа в 60-х, в 60 с копеечкой. Ну, приблизительно 50, где-то так. В зависимости так же, как вы его приготовите. Да, это важно. Это важно. И, в принципе, у всех каш, да, у них не может быть низкого гликемического индекса. У всех он приблизительно от 45 до 65-67. Уже от 70 уже высокий гликемический индекс, да. Поэтому вы же их не будете кушать в больших количествах. В принципе, в сухом виде это там 30-50 грамм, да. Да, так и есть. Да. И тогда все будет отлично. Ну что же, хорошо. Ну вот, подождите, а на русском языке у вас нету странички в Фейсбуке? У меня есть страничка на Фейсбуке, именно моя страничка. Если мне кто-то напишет, я с удовольствием отвечу на... Но вы там не пишете свои видео, как там... Нет, нет. У меня есть Инстаграм на русском языке. Я его только так начинаю делать. Вот. И есть и ВКонтакте также. Вот. Так, подожди, что ж такое-то? А вы делаете на двух сразу? Вы хорошо говорите. Ну вот, я хочу начинать. Я хочу... Да, спасибо. Я хочу начинать, потому что изначально вот я делала больше для аудитории, да. Хотя у нас в Молдавии 60% говорят на румынском и 40% говорят на русском. Или хотя бы знают русский, да. Русский у нас знает, ну, 80% населения. Ну, подождите, вы... Господи, а чего вам это самое в Молдавии, если вы все равно работаете в Скайпе, да, или там где-то в онлайне? Да, и больше в Вайбере, и Ватсап. Ну, замечательно. Вы все равно в онлайне, то есть вы совершенно не привязаны к территории. У вас есть дополнительная как бы выгода коммерческая в том, что вы владеете румынским и можете охватить территорию, если там нет особой какой-то конкуренции высокой, но вы все равно в онлайне. Вы можете и по-английски там, если что? Да, да, в принципе, конечно, да, да, смогу, да. Так что же вы прячетесь от людей? Я не прячусь, абсолютно, абсолютно. Просто я начала сначала на румынском, а также у меня в планах, конечно, развивать... Я просто, что думаю, вот смотрите, я вижу как бы или пытаюсь видеть глазами зрителя вот этот наш разговор, и я смотрю, они на вас смотрят. Вы такая, вызываете доверие, так сказать, симпатичная, замужем. Замужем? Да. Так вот, значит, вот, и человек говорит, о, вот, а я хотел спросить, или там, а вот, и они не видят ваших видео, у вас нет канала на ютубе, где можно на них посмотреть, или хорошо, допустим, вы их делаете на фейсбуке и так далее. Так а что же вам их не сделать, я даже не могу? У меня это в планах, у меня это в планах, конечно. Хорошо, и как вас найти, я извиняюсь, вот человек посмотрел и говорит, все, я хочу, вот, пожалуйста, Кристина, где она, Кристина, все, я всю жизнь ее ждал. В ВКонтакте, Кристина Сербова, вот, я есть на инстаграме нутрициолог Кристина Сербова. Ну, подождите, давайте так, мы упростим, вы мне в скайпе скиньте уже, чтобы я мог под видео подставить, потому что я, как бы, каждый раз думаю, все-таки должна какая-то быть практическая польза, поэтому... Довольствием. Ну, хорошо, да. Также я в телеграме есть. И что вы там делаете? Я есть в вашей группе, в Светланиной, то есть в группе, в телеграме, вот, я там периодически. А, то есть вы смотрите ее эти философские беседы? Да, смотрю с удовольствием, и так же. Я потрясен, я когда слушаю, я думаю, боже, это моя жена, слушай, она мне так нравится, и думаешь, так она, глаз еще горят. Она, она начала это все делать, она боялась камеры, она начала все это делать, когда похудела. То есть у нее открылись какие-то резервы внутренние, какие-то психологические штуки, то ли токсины ушли, я не знаю, у нее что-то там открылось. Она стала, наверное, более уверенная в себе. Знаете, как для женщины очень важно, как выглядишь, как, вот, это самое важное. Ну, может быть, она была в чудовищной депрессии, конечно, два месяца, то есть ее там этот диетолог гнобил, сознательно гнобил. Вот, и ей было проще немножко, потому что она на меня выхлестывала это все. Ну да, это женщины, да, не надо поделиться. Значит, а я теперь, у меня этот нервный, эндокринный вот этот срыв теперь из-за этого. Вот, так что я о чем хочу сказать. Действительно, она, она изменилась. И внешне, и какие-то вдруг вещи пошли, которых она раньше боялась. Она ведь худеть боялась. Она была абсолютно уверена, что она не сможет похудеть. Она была уверена, с ней нельзя было разговаривать на эту тему. Но, когда мы поехали там на круиз, и она уже вынужденно со мной питалась в моем режиме, и с нее за две недели ушло 4 кило, она вдруг сказала, я могу похудеть. Любой человек может похудеть, абсолютно. Если только он себя не убедил в обратном. Да. Ну так, чего же, конечно. Но если, вы знаете, люди себя убеждают в обратном, и они просто не делают никаких действий. И они ждут, пока вес уйдет сам. А такого не бывает. Они, знаете, когда они два дня питаются правильно, а потом они, а дай-ка я там того-то, того-то съем. А дай-ка я там пойду и по-пицу съем. Кристина, давайте уже так завершаем. Значит, я хочу спросить вас. Да. Вот вы упомянули там про психологов, что иногда нужен психолог, там не психолог, но все-таки у очень многих людей, вот это то, что называется emotional eating, то есть у него стресс, и ему надо как-то погасить, он вот через еду гасит, или там, я не знаю, у него какие-то бзики в голове. Как понять, вот, допустим, мне нужно работать, терять вес, чтобы был психолог, например, как понять? Если человек, допустим, никогда не обращался к психологу, есть такие, которые только и ходят, как... Да, есть такая категория. Да, но все-таки человек никогда не обращался, и вдруг ему говорят, тебе нужен психолог, чтобы терять вес. Ну, во-первых, ходить к психологу – это нормально, и лучше решать свои проблемы специалистам, чем потом переходить в стадию депрессии, да, и многие люди стыдятся ходить к психологу и к нутрициологу, и считают, что это очень страшно. Да, да, потому что у меня были случаи, когда к нам подходил, было мероприятие, и подходит парень, и спрашивает девушку возле меня, а вы кем работаете психологом? Ой-ой-ой-ой. А вы кем нутрициологом? Ой, я не ваш клиент, я пошел дальше. То есть людям бывает иногда вот как-то стыдно. Но на самом деле, в зависимости, в какой стадии ожирения находится человек. Если, например, у человека есть там плюс 10-15 килограмм, и он их, он заедает стресс, и поэтому поправляется, но там еще вес не критический, и нет каких-то вот больших витоизменений в организме, тогда он справится и сам, изменив свой рацион, потому что очень часто люди очень много едят из-за того, что они просто неправильно питаются, а не потому что у них есть вот там зависимость от еды. Но когда это 10 лет, 20 лет, 30 лет, и уже очень большой вес, тогда, конечно же, нужно обращаться и к психологу также, потому что это какие-то проблемы из детства бывают. Я читал книжку тут одну об избавлении от зависимостей, некоторые закономерности и так далее. И там они перечисляют 18 зависимостей. Среди них есть пищевая зависимость. Это не только никотин или, допустим, алкоголь или еще что-то, пищевая зависимость. И где-то я уже не помню, где еще читал, там было написано так, что жир, возникает, становится частью эндокринной системы, и ты уже все, ты не можешь сказать, вот я там ем или не ем, это ты должен есть, ты будешь есть, потому что это часть тебя, она требует. Но в зависимости, что есть, вот это самое главное. Есть-то нужно, но важно, что есть. А бывает такое, что человек уже не может контролировать просто, что он ест. Срывается и все, конечно. Да, и начинает съедать, и у него нет чувства насыщения. Метет, метет. Да, и в зеркале он видит себя очень худым. То есть вот как анорексия, когда люди смотрят в зеркало и видят там толстого человека, и они думают, ой, нам нужно еще похудеть, еще похудеть. А люди, у которых лишний вес, они смотрят в зеркало и видят там худого человека. Худыш? И они не понимают, да, и они не понимают, что им нужно остановиться. Так. Ваш муж стройненький? Да, да. Вы им руководите, или он сам сознательный? Ну, он и сознательно понимает, и плюс я ему, конечно же, периодически даю советы, да, да. То есть он слушает? Да, да. Ну, хорошо, ладно. Кристина, я очень рад был с вами познакомиться. Вы такая светящаяся, такая лучезарная. Спасибо. Так здорово, что есть вот такие девчонки хорошие. Я иногда, знаете, смотрю, вот у нас тут приезжают девочки хорошие, вот из Молдовы, в частности. И я все время, знаете, из Белоруссии совершенно потрясающе. И я вот все время думаю, как бы мы не обезлюдели местность какую-нибудь, вот так сейчас вывезут всех хороших девчонок из Белоруссии, из Молдовы, из Киргизии, и погибнет территория. Но я смотрю, вроде нормально так там. Да, стараемся. И мне очень приятно с вами познакомиться уже лично, потому что мы вас давно смотрим, вот, и очень нравятся ваши видео, очень позитивные, информативные. С мужем смотрите? Да, изначально он вас смотрел, а потом уже и я присоединилась, и очень нравятся практически все ваши видео. То есть вы наш зритель? Да, да. Хорошо, спасибо. Давайте вот еще, знаете что? Значит, во-первых, вы мне сбросите координаты, я поставлю видео. Второе, давайте мы так договоримся, что мы попросим, чтобы люди писали вопросы, так? Угу, конечно, я буду отвечать. А вы, во-первых, что-то вы можете прямо там же на месте ответить, в комментариях. Да, конечно. А кроме того, может быть, вы захотите какие-то сюжетики сделать? Судово. Или, может быть, на эти вопросы, может быть, мы сделаем видео просто тем, что вы ответите у нас на вопросы. А получится видео, можно его потом повесить тут и там на Фейсбуке, там еще где-то там в Инстаграме, там и так далее. Да, с удовольствием. То есть, как бы так, отвечаем на вопросы, потому что, я вам скажу, если бы я сегодня, например, если бы я сегодня выбирал профессию, я бы пошел вот в это. Потому что я вот своими мозгами уже 62-летнего человека, я вижу такую дыру, в которой столько миллионов людей не получают 1% того внимания, которое они должны были бы получить, когда вот эта вот медицина, которую там Гаврил называет протокольной, когда ты идешь, и тебя по протоколу, по скрипту, понимаешь? Потому что шаг влево, шаг вправо, ты еще судиться с ним будешь, там еще что-то, вот прям вот так. И плюс у них мало времени, они не могут с вами долгое время общаться, есть определенное время на каждого человека. Это тоже, но на самом деле большие деньги там сзади, то есть ты, и тебя воспринимают как потребителя фармацевтической продукции, и ты в этом возрасте тебе две таблеточки, потом тебе три уколчика, потом тебе операцию, потом тебе там еще что-то. Давайте напоследок, вот эти вот то, что люди делают, девочки в основном, да, режут кожу и там что-то натягивают, я иногда вижу человека, кожа вот там молоденькая, и здесь вот все в морщинах, на это вот так вот натянули. И у меня девочка рейки делает меня, и там, значит, мы с ней обсуждали вот эту тему с подтяжками и так далее. И она говорит, ты понимаешь, как нарушается энергетика, любой шрам, любой разрез на коже, потом под кожей, там, любая травма и так далее, нарушает энергетику, у тебя не хуни, ты перестаешь функционировать, вот так как надо было, ну, как должен был бы, бы. Вот, я понимаю, косметический эффект этого дела, но с точки зрения, вот скажем, ущерба для здоровья. Ну, конечно, конечно, есть определенный ущерб здоровью, потому что вы подвергаетесь, то есть люди подвергаются наркозу, да, и очень долгое время восстановления. Конечно же, это очень плохо влияет на здоровье. Есть все эти медикаменты, которые они принимают дополнительно, да, чтобы не было определенных заражений, и, конечно же, это очень плохо влияет на здоровье. И очень важно иметь в виду то, что те звезды, на которых они равняются, и которые прекрасно выглядят, они идеально питаются, у них есть свои личные повара, например, та же Женнифер Лопес, да, которые, ну, по моему мнению, я не знаю, что она делала, если она делала пластические операции, но то, как она выглядит без макияжа, и то, какое у нее тело, практически у 50-летней женщины, без правильного питания, физических нагрузок нормальных, то есть в меру, да, без фанатизма, такого тела и такого лица и кожи быть не может. То есть не натянешь на скелет? Нет, нет, конечно же. Это все, это ежедневная работа над собой, которая уже у нее переросла в привычку, или у других звезд, которые, да, хорошо выглядят, это уже их ритм жизни. И важно не делать такую ошибку, что все, я сегодняшнего дня, я правильно питаюсь, я каждый день хожу в спортзал. Это неправильно. Нужно обязательно все делать постепенно, чтобы это вас не напрягало, чтобы это вам не доставляло негативных эмоций. Если вам не нравится заниматься спортом, ну, пойдите на что-нибудь самое такое, самое легкое, где просто так руку-ногу поделите, и уже хорошо. Или начните с прогулок, хотя бы 3,5 тысячи шагов в день, потому что многие этого не делают. Говорят, вот 10. Ну, это уже вообще хорошо, это супер, если делать, да, ну, хотя бы 3,5, хотя бы 2 километра в день, потому что многие и 3,5 не делают. Начните с чего-то самого маленького, и это превратится в привычку. Ну, что же. И потом вы не сможете без этого. Хорошо. Кристиночка, давайте мы с вами попрощаемся, передадим привет нашим зрителям, так ручкой помашем им, скажем привет. Привет! И мы не прощаемся. Хорошо? Конечно, конечно. Все, счастливо. Ждем всем хорошего дня, да, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok